Судя по тому, что мы с вами наблюдаем последние две недели и особенно последние дни, мы видим начало того самого широко анонсированного наступления российской армии, которое должно было решительным образом переломить фронтовую ситуацию. Мы видим, как вяло текущая военная активность переросла в ощутимое наступление сразу по нескольким направлениям. И одновременно резко взлетели вверх показатели по погибшим российским военным и подбитой технике. Если можно как-то охарактеризовать нынешнюю войну с российской стороны, то это война анонсов. Всякий раз российская пропаганда подогревает наши ожидания. Всякий раз вот-вот должно произойти нечто, что переломит ход боевых действий навсегда. И всякий раз многие россияне этому верят. И не только провластные. Верят просто потому, что даже спустя год войны все еще многие думают, что не может быть все настолько в российской армии плохо. Но не может та самая армия, пожирающая по 50 миллиардов долларов ежегодно, унаследовавшая несметный советский потенциал, быть способна только на то, что она уже показала. Даже последовательным противникам Путина или западным экспертам, многим кажется, что у того все-таки остались тузы в рукавах. Какой-то рычаг под троном, который сейчас выпустит на волю самые дерзкие дивизии и новейшую технику. И они за неделю сделают то, что не удалось за год. В некотором смысле анонсы даже оказались правдой. К году войны все ожидали нового 24 февраля, и, по сути, именно его мы сейчас и наблюдаем. Мы вновь видим наступление российской армии во всей его кровавой бессмысленности. Видим уничтожение целых бронетанковых колонн. Видим гибель людей ради формального захвата топонимов. Давайте поговорим обо всем этом сегодня. Перед тем, как начать, небольшое объявление. Наш второй канал «Объектив» сегодня запускает новый формат. Итоговую еженедельную сводку с фронта. Там прям теперь с картами каждую субботу в три часа по Москве будет выходить такой ролик. Это будет не просто перемещение стрелок на карте, хотя и это будет, но и настоящая аналитика от военных экспертов. Вам не только расскажут, что происходит сейчас на передовой, но и объяснят, что все это значит в долгосрочной перспективе. Подпишитесь обязательно на «Объектив», ссылка в описании и здесь. А мы начнем. У многих было представление, что уж за год-то боев российское командование изменит свои взгляды на жизнь. Что мы больше не увидим вот этих вот колонн имени Лероя Дженкинса, которые ломятся, куда глаза глядят, и выстраиваются перед взором противника, как утки в тире. И это вовсе не потому, что есть надежда обучить новым трюкам старых собак генштаба. Просто такая тактика стоила российской армии столько бронетехники, орудий, зенитных комплексов, снарядов, ракет, систем залпового огня, тягачей, грузовиков, заправщиков и вообще всего потребного для войны, чтобы продолжать в том же духе, совершенно невозможно. Никакая промышленность и никакая экономика этого не вытянет. Никаких советских запасов не хватит. Z-военкоры уже с осени ноют о дефиците всего того, что сожгли в первые месяцы. Одну за другой мы слышим истории мобилизованных, которых готовили на артиллеристов, например, а отправляют в бой штурмовой пехотой. Потому что артиллерии для них нет. А автомат и заваленное трупами поля найдется. Но огромное количество слитой в никуда техники – это еще не все. Есть гораздо более простая и очевидная причина, из-за которой мы надеялись больше не увидеть подобную мясорубку. И звучит эта причина так – тактика людских волн попросту не работает. Тут можно, конечно, попенять российскому командованию на незнание истории войн. Можно лишний раз прочитать им лекцию, напомнив, что неэффективность этой тактики стала очевидной еще в Первую мировую войну. Думаю, любой генерал или военный аналитик скажет, что людские волны и пушечное мясо могут лишь ненадолго сдержать и вымотать противника. Но достичь значимых побед таким макаром не получится. Вот только российское командование сейчас в ситуации еще более абсурдной. Им даже не нужно тянуться за учебником истории или вызывать военного аналитика, который расскажет им о провальности такого подхода. Наглядный пример буквально у генштаба перед глазами. Ведь именно таким образом прямо сейчас воюет ЧВК Вагнер. И сама российская армия тоже. Поля на бахматском направлении усеяны трупами. Наземные атаки продолжаются уже не первый месяц. И можно ли сказать, что Вагнеру удалось серьезно продвинуться вперед? Что удалось взять за это время? Десятитысячный солидар. В Бахмуте до сих пор продолжаются бои. Похоже, что российское командование ничему не учится. Почему на время прекращались эти наступления, когда волны техники и живой силы несутся сразу по всем доступным направлениям? Только это с дефицита этой самой живой силы. Но сейчас фронт пополнился мобилизованными, а перед Путиным заманчил дедлайн в виде приближающегося 24 февраля. Ведь на годовщину войны нужно продать народу хоть какие-то победы. И мы опять увидели ровно те кадры, с которых начиналась эта война. Волна за волной бессмысленных атак, колонны бронетехники на дорогах, образующие настоящие пробки на перекрестках. И все это без значительного для себя ущерба разносит украинская артиллерия. Символ всего происходящего – направление на Углидар. Там российское командование загнало собственные войска в такую мясорубку, что взвыл не только наш старый знакомый из стрелков Гиркин, почти год работающий в жанре патриотической мелодрамы. Но даже в телеграм-канале Грейзон, принадлежащем группе Вагнера, появился пост, где происходящее сравнивается с фильмом «Чистилище». На «Чистилище» это действительно похоже. Скопление из нескольких десятков единиц российской бронетехники, выставленное будто нарочно для пристрела пушек под огнем украинской артиллерии. Горящие солдаты выпрыгивают из танков, а обезумевшие от ужаса мехводы в попытке удрать из-под летящих со всех сторон снарядов насмерть давят своих же сослуживцев. То, что происходит на угледарском направлении, это не война. Это буквально просто уничтожение людей, поставленных как мишени. Вагнеровцы кроют командование последними словами, называя генерала Мурадова то ссыкливой самкой собаки, то оскорбительным синонимом слова «гей», который отсиживается в командном пункте и посылает на убой колонну за колонной. Стрелков Геркин убивается на тему того, что украинцы совершенно без потерь со своей стороны, как он пишет. В каждой атаке двух сотят, ну то есть убивают, десятки одних только танкистов. С каждым следующим днем нового российского наступления мы видим какой-то бессмысленный кровавый конвейер. Это даже не заваливание противника трупами, как было у Вагнера под Бахмутом. Вагнеровская тактика, пусть бесчеловечная, пусть неэффективная, все же отдаленно напоминала хоть какой-то план. Пустить вперед зэков, вызвать на них огонь, определить, откуда стреляют, а потом подавить эту огневую точку. Безумие, но это хотя бы план в безумной голове. Нынешнее же решение российского командования не имеет вообще ничего общего даже с варварской вагнеровской тактикой. Эти решения, как совершенно верно говорит Руслан Левиев, ведут в ловушку невозвратных затрат. На этой ловушке, на этой особенности человеческой психики основана вся индустрия казино. Чем больше человек проигрывает, тем больше он готов проиграть еще в надежде вернуть потери. Когда генерал уже положил батальон и ничего не добился, он не хочет докладывать наверх о том, что заплатил целым батальоном за то, что один единственный украинский солдат простудился. Он хочет прийти хоть с чем-то, что оправдало бы потери. Хоть с какой-то захваченной деревенькой или хотя бы с продвижением на пару сотен метров. И он отправляет следующий батальон не потому, что это имеет смысл, а потому, что погиб предыдущий. Это и есть ловушка. Ожидаемое ли происходящее? С одной стороны, да. С другой, не совсем. С одной стороны, мы могли догадаться, что в способах ведения боевых действий серьезных изменений не будет. Им неоткуда взяться. В Кремле сидит все тот же Путин. Войсками командуют все те же генералы с той же системой организации армии. Коррупция и некомпетентность тоже никуда не делись. Причем в сравнении с началом войны условия стали намного хуже. Нынешнее наступление идет без эффекта неожиданности. Без тех 9 тысяч единиц техники, которые посчитаны в мемориале Орикса. Оно идет без батальонов элитных войск, бессмысленно сожженных в Гастомеле и Мариуполе, против в разы усилившейся украинской армии. Что можно сделать в подобных условиях? Максимум все то же самое, что и в начале войны, но только еще хуже. С другой стороны, было ощущение, что Путин сможет добиться каких-то побед местного значения. Казалось, что через давление живой силы и через концентрацию войск на самых важных направлениях, через вагноризацию войны будут достигнуты локальные успехи, пусть и очень высокой ценой. Выяснилось на данный момент, что даже и это нет. Выяснилось, что российское командование поддается дрессуе хуже сороконожки. Что оно буквально повторяет февраль прошлого года, но на гораздо худших условиях. Мы пока не знаем, что случится в ближайшие недели. Но даже если какие-то небольшие населенные пункты и будут захвачены, это совершенно не меняет общей картины. Неотвеченным остается вопрос, почему российская армия и путинские генералы повторяют ошибки начала войны? Ведь прошлогодней роскоши у них уже нет. В начале войны их решение поддавалось хоть какой-то логике. Опять же, хоть безумной, но какой-то. Год назад Кремль мог исходить из того, что у него, во-первых, огромный запас ресурсов, а во-вторых, предполагалось, что украинское государство рухнет и можно будет красиво гулять по буфету. Здесь роту танков продолбали, там батальон БМП угробили, зафигачили сотню тысяч снарядов в чисто поле. Да черт бы с ними. Кто там будет считать, что мы советское наследство, пригодное для устрашения НАТО, растратили за пару недель для захвата футера? Победителей не судят. Когда будет парад на Крещатике, когда мы отожмем все те квартиры с видом на Днепр, которые себе запланировали, когда рассадим своих детей на большие должности в новой киевской власти, никто с нас не спросит за потери. Чем руководствуется Кремль сейчас, вообще непонятно. Сложно найти сегодня человека, который хоть что-то поставит на то, что российская армия когда-нибудь пройдет по Киеву победным маршем. Сложно представить, что Путин сможет добиться той самой победы с большой буквой П, которая оправдает все потери. Единственное, чем можно объяснить этот жуткий процесс непрерывного уничтожения россиян, перемалывания их на фронте, так это одним простым фактом. Похоже, что никто из тех, кто вовлечен в процесс, просто не озабочен его результатом. И каждый просто уповает на удачу, на то, что авось что и выгорит, авось новый батальон чудом не прекратит существование, а где-то да преуспеет. И им даже особо стараться не нужно. Ведь мы в той точке, где любой даже маленький успех может быть преподнесен как главное достижение российской армии. Как у Брусилова Россия жаждала победы хоть где-нибудь и как-нибудь, так и Путину нужно принести не что-то конкретное, а хоть что-то. В этом хоть что-то и заключается невероятный трагизм момента. Тысячи, дай бог, чтобы не десятки тысяч людей, сейчас гибнут не по какой-то значимой причине, которую можно будет вписать в учебник истории. Ни за расширение жизненного пространства, ни за строительство империи, ни за то, чтобы убить всех евреев или построить коммунизм во всем мире. Ну или, с другой стороны, не во имя спасения мира от фашизма и не во имя защиты своей родины. Эти люди умрут для того, чтобы человек, который 27 лет назад вел избирательную кампанию губернатора Петербурга путем раздачи гречки и сахара, сегодня выглядел не так погано, чтобы он смог хоть что-то сказать, выступая перед чиновниками. Это даже не жертвоприношение. Когда людей приносили в жертву, то хотя бы искренне верили, что это имеет смысл. Скажем, грядущий год будет урожайным. Здесь же люди умрут за то, чтобы один конкретный человек, Владимир Путин, в один конкретный день смог наврать гражданам и элитам. Мол, затеял он не бесконечное и бессмысленное предприятие, каждый день которого не влечет ничего, кроме боли и страданий для обеих сторон. Мол, свет в конце этого тоннеля потенциально существует. Люди буквально своими жизнями обеспечивают контент для телевизора. Это настолько выходит за рамки нормы, что даже авторы игры в кальмара до такого не додумались. В сериале очень много очень богатых людей платили за то, чтобы развлекать себя чужими смертями. У нас один человек платит чужими деньгами за чужие смерти, лишь бы не опозориться перед публикой. С очень большой вероятностью нас ждут впереди невероятно кровавые и столь же печально бессмысленные дни. Остается лишь напоминать себе, что все происходящее не норма, а катастрофа. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова